здравствуйте друзья доброе утро у нас такая ответственная миссия мы выезжаем до миссия по миссиям мы выезжаем втроем это светлана саша наша внучка и я мы едем в миссию католическую миссию которая находится в городе кармел миссии было 21 они построены были начиная там с 1770 или 68 года до 1800 по моему там 13 мы еще уточним данные но вот с этого начиналась калифорния как мы ее знаем сегодня и улице по которой мы с вами каждый день едем элками на рил когда-то была построена чтобы соединить вот эти вот 21 миссию вот такая интересная особенность это самая древняя сказать улица в калифорнии и большая дорога вот мы едем в миссию в городе кармел это отсюда час езды едем мы туда потому что она очень важная из 21 миссии миссия в кармеле одна из самых интересных и значительных мы посмотрим сегодня а перед тем как вот мы туда попадем в самом начале пути сметлана вам зачитает вопросник который дали саше потому что это она в школе получила задание начать исследовать вот эту миссию и там дети разные дети расходятся по разным миссиям и довольно много вот даже у нас вот тут северной калифорнии собственно вот санта-крузии мы с вами сейчас проезжаем тоже есть одна из таких миссий 1 из 21 но мы едем в карман так вот вопросы цвета давай какие вопросы глядя по-русски сразу там они по-английски естественно для детей кто основал эту миссию и в каком году она была основана хороший вопрос так значит вот из 21 миссии какой порядковый номер какой понял как интересно где она находится на карте да нужно привести карту которая показывает где находится именно эта миссия и показать ее соотношение со всеми другими ну и карту из географических возможностей привезем на самом деле можно с интернета распечатать там есть карту саша будем и не будем так надо дать его не можем мы не будем делать мы везем мы обсуждаем задание святой они кто его делает давай и дальше они спрашивают эта миссия когда-нибудь меняла свое местоположение и как она поменялась с течением времени так какие изменения как эта миссия выглядит нужно описать ее внешний вид написано используя диск репорт и слава которые достаточно хорошо описывают это все да освети следующее это chapel это там где чапол чапол часовня ну тут послушаем значит chapel bell tower колокольня какие-то религиозные ты что-то очень много их название квадринь чипрест кодерс indian quarters archway это есть элементы элементы миссии они все в одном архитектурном стиле они говорят что ты сними фотографии в то время там будешь находиться которые могут помочь проиллюстрировать это все так же конечно из каких материалов это миссия была построена какая группа нити в американский индейцев жила тогда в этой эрии какие племена жили какая была главная индустрия этой миссии во время оккупации испанцы то есть чем они занимались во время испанской оккупации какой у них такой бизнес был да да какие были отношения между пристами то есть это работниками этой мишин да и индейцами найди покажи или нарисуй оригинальный о оригинальный план этой миши floor plan да и включи это в свой финальный проект так включи по крайней мере три интересных факта об этой миссии например мишин сан хуан находится там на каких-то возвышенностях до включим много фотографий или видео свою презентацию и по крайней мере одну фотографию видео нужно чтобы включить а вот это как раз то что мы хотели сделать чтобы здесь что ты был на этой миссии они собрался с интернета то есть чтобы показать на фоне этой миссии нам придется сашу сфотографировать на будем снимать как она находится на здание другое ты должен использовать фото-видео которые ты или твой родитель сделал пока вы посетили эту мишину тот юзиме часы они хотят сюда оригинальные картинки они не с интернетом англесит сам теги под ног физикой фотограф то есть нужно с интернета никаких картинок брать не разрешается кроме того что ты сам реально не будешь а дальше дается им такой вот табличка такая чтобы какие должны быть элементу слышно сейчас прочитали да да какие-то факты как они должны расписать в общем друзья очень вы нет нет молодого этот проект они должны сделать в powerpoint и они не используют powerpoint как который они изучают они свой используют которым они пользуются сашенька руша взялся так а ты умеешь powerpoint а ты мне делал ты мне делала картинки для моего канала правда застатки в пару понтили ну а в чем-то делаю фотошопе друзья вы видите как можно сказать измываются над детьми в четвертом классе американской школы да как это говорит понятно то есть саша хочет сказать что работники миссии а действующие там службы проходят есть если вы просто пойдете на google там и сделаете поиск на кармел мишин вы сразу увидите там их веб-сайты не только их и там есть время когда у них проходят службы и открыты эти миссии 7 дней в неделю они открыты с 9 утра до 7 вечера но вот сегодня воскресенье сегодня до 5 вот они открыты для посещения мы еще не знаем есть ли там какие-то экскурсии с экскурсоводом но во всяком случае то что саша говорит что там работники можно сказать предупреждены они знают что дети делают такие проекты и у них там видимо есть много информации на может быть даже распечатанном виде что-то можно будет взять да саш то есть вас предупредили школе для них заказали автобусы они ездили до field trip у них был значит то есть они эти миссис так хорошо час перетряхнут и в общем так сделают репорт и будут и где-то заслужив заслушивать так вот вот друзья значит вы узнали кое-что из жизни значит четвероклассников а дальше мы может быть по ходу дела еще посмотрим какие-нибудь красоты если будут попадаться а так в общем-то минут через там 54 как у нас машина на машине меня навигатор подсказывает через 54 минуты мы будем в этой самой миссии но я думаю что мы еще подъезды к миссии тоже снимем чтобы так представление было счастливо ну что ж друзья вам может быть покажется что мы где-то во франции или в италии где-нибудь тут виноградники какие-нибудь хотя виноградники тут есть правда мы не в италии не во франции не в испании а вот так вот калифорния мы подъезжаем к городку кармел сейчас мы проезжаем монтерей у нас по правую руку поддержаем кармелу и до самой миссии нам осталось где-то полторы мили а через одну милю у нас будет выход с хайвея хайвей номер один такой он очень живописный вообще так вот можно до лос-анджелеса доехать и вот постоянно там такие красоты невероятные очень-очень красиво вот едем-едем-едем но он не понятно да да есть некоторая загадочность в этом месте хочется взлететь и поснимать да вот вот тут дрон нужен дрон да вот если бы мы ехали сейчас запустили бы дрон правда и он бы там снимал но не получается пока можно со скоростью машины лететь светик я не знаю возможности современных дронов открывается мы можем в министерстве обороны продолжить хорошо хорошо да и что-то ограничение скорости 45 миль кармел вообще изумительно красивое место здесь и походить и поездить и еще очень здорово направо через 4 мили там французский флаг какой-то смотри может быть там какой-нибудь французский ресторанчик ирландский флаг иконский швейцарский тут красиво красиво друзья что то есть в калифорнии вот что не говорите а что-то что-то в ней есть скажи света не до северной талии до 1 здесь направо на право поворачиваем на рио-роуд рио-роуд это как раз и есть та улица на которой находится миссия которая нам нужна ну чё свернем наверно или что тут происходит да во всей калифорнии имена улиц очень много испанских некоторые не вот mountain view не испанская сиера виста что в сущности тоже самое вот тоже такой домик стоит в таком средиземноморский стиль это называется вот как бы по-моему мы сейчас на El Camino Real если ты увидишь такой белл такой зеленый белл и тогда значит мы на El Camino Real мне кажется что мы на El Camino Real потому что мы едем сейчас мы едем в мире если мы не ехать не он говорит что это Рио-роуд Саша улица называется Рио-роуд Саша нет я понимаю логику Саши она говорит так что поскольку El Camino Real была построена чтобы соединять все миссии то наверное а мы едем в миссию то может быть мы и едем по El Camino Real вот мы же приехали вот мы же приехали дорога вот сейчас будем искать где встать мама так миссию мы видим слева это машина то стоит чуть ли не а машин встать негде ничего себе потому что в Сен-Кланд-Батистане не было так много людей но вообще-то когда мы шли в Сен-Кланд-Батистане почему же пусть будет парковка может за этой машиной там мы перекроем так ну что друзья давайте соображать где бы нам тут запарковаться ну явно здесь не получается так вот чтобы близко уйти господи ну ну будем искать нет мы не одни сколько народу да вот может быть воскресенье не самый правильный день для такого там перекрыто перекрыто да у них у них тут школа есть да это правда да да значит расскажи нам про этого хуни пера сэра ну да а у них еще тут фиеста какая то есть это что но у филе 100 это фестиваль по нашему а поэтому столько машин просто приехали а еще у нас тут у нас еще какой-то фестиваль ну почему хорошо на праздник попасть другое дело что встать сложнее у нас окно но не могут люди которые все организовано это хорошо то есть все организовано целое поле нам хватит поле большое о ее 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 ясу же давно вот так по грунтовой дороге то не ездил посушить нам пальцем показали куда ехать поэтому выдумывать ничего не будем я тоже никогда по траве не ехал но жизнь такая давно не ехал все приехали да все друзья мы приехали